Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. Прошлая серия была довольно-таки давно, я не знаю, каким мы квестом занимаемся сейчас, давайте посмотрим. Вот основной найти Альвина. Ну хорошо, давайте найдем Альвина. Блин, как я давно уже не играл в эту игрушку, довольно приятно все-таки вернуться. Ну да ладно. Насколько я помню, нам нужно уговорить водяных и людей жить в мире. Также я помню, нам нужно что-то сделать с саламандрами, потому что Явет все еще жив. Но для начала нам все же нужно выбраться из этого места, то есть локация под названием Берег Озера, она такая. Довольно-таки объемная. Отвали. Так. Альвин, где же ты можешь быть? Ах да, нам еще нужно найти доспехи ворона. Так, ну вот, забирает. Рунный меч. Блин, новый серебряный меч. Это, блин, круто. У меня только по две. А, ну вот это вот можешь забирать, в принципе, да? Вот это можешь забирать... Отпугивает утопцев. Да зачем? Отпугивать экспириенс? Ну вот это вот забирайте. Нафиг она мне нужна. Все, наверное. Альвин. Ты где? Фига. Любимое место Альвина. Забрался там. Так. О, нам еще нужно где-то книжку раздобыть. Блин, про растения. Потому что я типа не знаю растения, не могу выполнить тот квест. А вот и Альвин. Тот квест с дикой охотой. Ну, то есть, как бы он не обязателен, но все-таки... Яга! Бам. Так а че не так? Шанни заслуживает нормального мужа. Который будет о ней заботиться, а не бродить по свету, рискуя головой за гроши. Я не имею права ставить ее и Альвина в такое положение. Я ведьма. Хотя временами я жалею. И тоскую. то есть вот так вот да судьба ведьмака довольно печально у меня есть для тебя подарок нравится этот двумеритовый амулет жерелье для девчонок этот амулет магический он прекратит твои ночные кошмары я тоже ношу такой амулет амулет как у тебя здорово ты хочешь жить с алиной юлиана мне снится алина в моем сне очень жарко и тихо я вижу как она танцует под лучами солнца идет по полю ищет что-то она просит меня это просто сны нет это не просто сны твою мать ногу создали для того чтобы защищать таких людей простых беззащитных обычных альвин надень ожерелье тхой на посмотри мне в глаза и узри свою смерть ну давай с тобой разговаривать я не обязан тебя слушать ты же даже не человек теперь ты понимаешь ты видишь необходимость действия любой ценой геральт открой глаза пойми ну хорошо действовать любой ценой замечательно просто да 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 стоит предупредить юлиана потому что ну в принципе альвин то у нас не простой мальчик он исток в нем скрыта довольно сильная магия но по крайней мере так говорила трис и я до сих пор не могу понять кто это общается через альвина то есть это в принципе призрак дикой охоты или возможно это нечто другое что-то вроде того зверя но непонятно еще нам у юлиана нужно выключить какой-то предмет для владычицы озера а вот и юлиан вышел таки на улицу хорошо рад тебя видеть что произошло алина отправилась погулять в поле и до сих пор не вернулась я с ума схожу от беспокойства геральт помоги мне хорошо я поищу я благодарю это не все юлиан геральт с водяными можно договориться неужели такова воля владычицы озера тебе что-то не нравится нет ведьмак я ведь не идиот в таком случае я должен передать ей тебя дар в знак твоей верности владычицы и желание завершить дело миром конечно что мне подарить блять но алмаз отпадает свадебный венок алины тоже как-то не очень может вот это алебастровую статуэтку изображающую юного водяного захватившего духа воды держи мне бы заплатили за нее неплохие деньги в визиме но мир для меня важнее так ну хорошо пошли искать алину то есть какой из подарков юлиана понравится так вот проход на поля он где-то здесь то есть я еще в принципе мог и не угадать ну ладно ну просто алмаз это как-то банально знаете свадебный венок как бы не знаю на статуе по моему был какой-то венок но я не уверен типа оно ли это потому что алмаз это реально как-то банально для плодочицы озера ну как я в принципе угадал то есть с алиной что-то не так скорее всего да альвин альвин геральт геральт мне приснилось что я ведьмак я дрался с этим страшным чудовищем и совсем его не боялся это был всего лишь сон альвин кроме того только дураки не знают страха неправда вон берингар у нас трус я слышал как в деревне говорили что он боится убить какую-то огромную рыбу так в деревне говорят а ты нет я хочу стать ведьмаком думаешь быть ведьмаком весело конечно таким как ты а не таким как берингар ведьмаки такие храбрые никогда не болеет они сильные и ничего не боятся но они не люди ну то есть в принципе давайте не будем его обременять ужасами какими то разве ты не хочешь стать рыцарем они тоже храбрые и они носят отличные доспехи рыцари тоже ничего я знаю я стану рыцарем ведьмаком геральт ты супер ты со мной поиграешь не сейчас меня ждет одно очень важное дело увидимся с тобой позже привет геральт да блять в этих полях так интересно играть а жерелье все еще у тебя я его все время ношу как ведьмаки у тебя все еще бывают кошмары когда я сплю днем нет но ночью мне снятся странные сны можно мне про них не рассказывать мне снится Алина в моем сне очень жарко и тихо я вижу как она так это просто с ну типа я это знаю покажет давайте включим этот квест на основной Я сказал Алину, что он хочет стать рыцарем. Зубы. Типа, хер его знает, да, где тот квест про Алину? Ну, хорошо. В полудине сидит, гуляет. Хорошо. Альвин, не ходи за мной. Тут может быть опасно. Малинник. What the fuck? Почему мне отмечен малинник? Полуденицы. А вот и Алина. Я собрала в платок прекрасную сочную малину для своего возлюбленного. Ты не видел мой платок, странник? Я его потеряла. Хм... Я скоро выйду замуж, но мне нужно в последний раз повидаться с возлюбленным. Он огорчится, если я не принесу ему малину. Вот, блин. Любовь? Это страдание. Боль, что пронзает мою душу, как копьё. Где мой возлюбленный? Приходи. Отдохни под солнцем. А, дорогая моя сестрица. Я столько раз тебе говорила, выплакивалась на твоём плече. Алина. Почему? Почему мне так холодно? Потому что ты мертва, Алина. Ты лжёшь! Я выкрубаю тебе глаза! Ну, попробуй. Но... Ты посмотри, не получается, значит, после комбы буду тебя пробивать. Слышь ты, мать твою! Чё, и всё? Ну, окей. Что за херня? Ты убила мою возлюбленную Алину! Я не хотела! Ты всегда ей завидовала! Умри, убийца! Ах, ты долбанный ублюдок! Полуночница? Видьмак! Ты слышишь меня? Ты не человек и не призрак. Смертный, которого преследует смерть. Кто ты такая? Проклятая душа, обречённая вечно скитаться по миру. Кто проклял тебя? Я сама, когда убила собственную сестру Алину из ревности. Селина? Любовь и солнце не для меня. Оно так жжёт. Каждую ночь я пою свою печальную песню. Какого хрена? Ведьмак, ты слышишь? Кто ты так прок? Кто прок? Я сам Селина. Любовь. Ладно. То есть я могу, в принципе, увидеть тебя только ночью. А Алину получается только в полдень. И чё, и как это работает? Ну ладно. Но я ведь не мог её убить просто так. Они ведь проклятые души. Ладно, пойдём к... Я знаю, к Юлиану, да? Моя возлюбленная ударилась головой оками. Я её больше никогда не увижу. Что мне делать? Селина сказала мне, что ты на меня нашла и... Селина завидовала Алине. Она ревновала. Ну убил ты её специально. Она заслужила кару. Алина не умирала. Так же, как и ты. Она превратилась в полуденицу. Какой ужас! Я должен ей помочь! Только не наделай глупостей. Это всё? Адам, ты неважно выглядишь. А как мне выглядеть? Моя возра... Ты прав. Прости. Короче, я бы его убил. Ну да ладно. Сообщим сейчас Юлиану, что свадьбы таки не будет. Может он ещё свободным погулять несколько лет. Хотя в этой деревушке таких девчонок больше нет. Ну и что же? Что же? Сохранение игры. Не пугай меня. Лютик. А вот и он. Юлиан. Геральт? Так, сначала мы поторгуем. Подожди, не спеши нигде. Давай я возьму у тебя вот эту книжку друидов, да? Всё-таки. Потому что, а вдруг она мне пригодится, да? Сейчас мы её прочитаем и вернём тебе же. А, ну да, охеренно. Я её уже читал. Шестьсот монет такого вот. Шестьсот монет. Шестьсот монет. Сколько? Ну, понятно, в принципе, да? Ладно, Юлиан. Хотя, подожди, подожди. Что это такое вообще? А, хитиновый панцирь. Ладно. Я должен был найти Алину. Ты её нашёл? Да. Чудесно с ней всё в порядке? Она мертва. Лучше присядь и выпить чего-нибудь. Алина мертва. Она превратилась в полуденицу. В демона. Мертва? Я понимаю, что это очень тяжело. Но мы не можем оставить всё как есть. На поле начнут гибнуть люди, если я чего-нибудь не сделаю. Ясно. Сделай всё, что сможешь. Я заплачу. Серебряного гроша будет маловато. Сделай всё, что нужно, ведьмак. И если можно, постарайся, чтобы всё прошло быстро и безболезненно. Постараюсь не забыть. Знаешь, я верю в разум, а не в богов. Но я молился Милителе, чтобы встретиться с Алиной. У меня были плохие предчувствия, но я отгонял их. Думаю, мне нужно ещё время, чтобы смириться с мыслью о смерти Алины. Геральт, как это случилось? Её убила Селина. Возможно, случайно. Селина тоже мертва. Как? Её убил Адам. Он любил Алину. Потерял над собой контроль и убил Селину. О, боги, это ужасно! Сколько боли и страданий. Разве они заслужили всё это? Конечно, нет. Геральт, пожалуйста, помоги им. Я прослежу, чтобы Адама арестовали. Он должен ответить за своё преступление. Конечно. Я сделаю всё возможное, чтобы души сестёр навсегда обрели покой. Так, найти способ освободить призрак. Я не могу как-то делать. Я даже не знаю, честно говоря. Ну, сто процентов мне поможет моя старая знакомая. Хорошо, что она тут есть. Абигайл, ты дома? Да. Чего ты хочешь? Мне нужна твоя помощь по духовному вопросу. Можешь мне довериться. Я не знаю, как отослать дух Алины в иной мир. Алина была пустой идиоткой, погружённой в себя. Нормально. Осталось редкое и могучее зеркало Нехалены, которое когда-то служило пророком и оракулом, так как оно хоть и заумно, но безошибочно предсказывало будущее. Алина часто обращалась к зеркалу. С вопросом, я ли на свете всех милее? Я знаю, что зеркала Нехалены бывают двух видов. Вежливые и разбитые. Зеркало Алины было разбито. Если ты восстановишь его и покажешь Алине, проклятие может развеяться. А может и нет. Я должен найти на поле осколки зеркал. Ну заебись. Иди ищи в поле, блядь. Осколки зеркала. Замечательно. Ладно, пойдём. Не вопрос. Привет, Гэ... Привет, парень. Не скажу. А можно мне с тобой? Можно. Но чуть что случится, беги. Окей. Хорошо. Идеи... А, я понял. Хорошо, тут всё отмечено. Я уж думал, реально придётся ходить по полю и заниматься всяким непотребством. Здорово, полуденец. Как дела? Здорово, полуденец. Так, зеркало должно быть где-то здесь. Я помню, что сюда можно наверх подняться. Ну, давай. 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 Если не сбивать комбу, всё получится. Осколок зеркала. Есть. Альвин. Альвин. Мать твою, Альвин. Так, хорошо. Один есть. Малинник. Небольшая ферма. Давайте пойдём сходим в небольшую ферму. Я не знаю, типа, зачем она там. Так, там ещё одно зеркало Алины. Тут зеркало Алины. Блин, не, лучше по дороге. Потом уже пойдём туда. Тут кустов малины этих, бехера. Может, их пособирать немножко? Потому что чё-то мне кажется, что они мне могут пригодиться. Ну, типа, а вдруг она всё-таки захочет насобирать корзинку? Ну, просто такой, блядь. Солнце качает землю. И с колосьев посыпается зерно. Иди, странник. Да иди ты нахуй. Какого хрена? У меня постоянно нападают полуденицы. Они не должны такое делать. Пускай прекратят немедленно. О, там чё-то... Чё-то прям сильно блестит. Полуденная невеста. Ну, иди сюда. Ну, типа, всё, да? Отъехала. Ещё один кусочек. Так, сго дальше. Шо это всё-таки за ферма? Это круг друидов. Вот то. Что за маленькая ферма? Хер пойми вообще абсолютно. Костёр, неизвестные растения. Ну, понятно. Порвать неизвестные растения нельзя. Замечательно. Вот, ещё один призрак. Ну, гость, удачу. То есть, вот эти вот призраки, именно полуденные невесты, они как-то отличаются от обычных полуденец, потому что... То есть, обычные полуденецы, они невосприимчивы почти к сильным атакам. А эти только иногда уворачиваются. То есть, уже можно сказать, что они слегка другие. Так, это круг друидов. Курган. Ну, это там последний кусочек зеркала. Я просто не могу за... Блядь, виверный. Ну, ладно, пошли заебашим виверным. Типа, схуяли. Нормально. Вот и последнее. Тут свеча друидов даже горит. Ну, я типа сюда вообще ничего положить не могу, поэтому окей. И че-то. Ладно, пошли еще в ту ферму сходим. Потому что тут курган, а там малинники. Все. Типа. Квест не обновился. То есть, странно, я боюсь, чтобы он не забаговал. Потому что, если забагует квест, будет довольно-таки печально. Хотя я не помню, чтобы ведьмак боговал. Сука. Где? Кто? Предводитель догона? Какого хера? А. Представь. Что вообще? Иди сюда. Откуда вы вышли? Вы вышли из этой лужи. Что-то они типа какие-то странные, но сильные довольно, да? Потому что полутенец получается за одну комбу. А вот и жрец водяной. Ага. То есть, пока я их не убью, потому что я помню, как-то я уже в поле на него натыкался. То есть, пока я его не убью, он будет спауниться. Пока я именно не сдам квест. Но это забавно. Типа. Вообще неплохо. Так что все-таки здесь за ферма? А вот еще одна. Лапа. Смотри, кто пришел. Все. Пора подыхать. Так. Все. Последний осколок. Здорово, Алья. Чего? Я уже просил тебя спрятаться, если возникнет опасность. Я... Знаешь, Геральт, я слышу голоса всех этих женщин, что здесь живут. Они говорят со мной. Они мертвы, Алья. Геральт, что я такое? Меня многие боятся. Когда думают, будто я не слышу, называют меня дьявольским отродьем, вильзевуловым семенем или уродцем. Нет в тебе ничего злого. А эти люди дураки, Алья. Они просто боятся, что ты им нанесешь вред. Но я хочу, чтобы люди меня любили. Я не хочу, чтобы они умирали. Что мне делать, Геральт? Да, вот это самый лучший вариант. Все-таки держать все в тайне. Не рассказывай о том, что ты видишь. Держи свой дар в тайне. Одаренным нелегко приходится в этом мире. Спасибо, Геральт. Мне всегда становится легче после разговора с тобой. Ну, да что это, если не дар, да? Че у меня там по квесту-то? Ё-моё. Необычные зубы для дантиста. А вот квест на зеркало. Ну окей, пошли че сдавать. Ну как сдавать? Нужно восстановить зеркало. Сука. Че-то виверные мне начали наносить урон. Паршиво? Там еще королевская виверная, ебать. С ней-то точно надо быть поосторожен. Когда вы все в радиусе, я вас могу очень легко и просто размотать. ну вот и все. Че тут? Башки не дали, да? Ну да ладно, че. Изувеченный труп. Че есть? Спирт, настойный на крови виверный. Офигеть. Ты че, самогонщики, что ли? Даааа, такая судьба ждет незавидная самогонщиков в этом мире. Ну да ладно. Жалеть мы их не будем. Это однозначно. Так, блин. Много мне еще фармить? До уровня. Ну, типа, есть еще немного. Ладно. Давайте я промотаю, пожалуй, дорогу. Что ж, мы продолжаем. Так, кузнец. Кузнец. Клиент. Во, у тебя есть хорошая колотуха. Держи мою, давай мне вот эту. Спасибо большое, добрый друг. Просто прелесть. Просто прелесть. На самом деле, такой меч лучше на поясе носить. Ну, типа, если я его повешу на пояс... Да, оно перестанет... А, нет. Тут я просто не могу оружие доставать. Ну, типа, не знаю. Окей. Пускай так. Так-с. А че, с кем мне тут поговорить? Нужно найти... А, ремесленника. Кузнец. Ты умеешь зеркало восстанавливать? Ты сможешь восстановить разбитое зеркало? Да, господин. За 100 аренов. Легко и непринужденно. Отлично. Вот части зеркала. Заплачу, когда восстановишь. Я устал. Какое-то время. Ну, окей. Я тут где-то костер видел. Неподалеку. По этому, я думаю, восстановим. Так-с. Где бы тут костер найти? Угу. Не, ну вот, типа, есть симпатичные крестьянки. Ведьмак, верно? Ну да. Может, ты можешь мне помочь? Как? На мою кузину в Безиме напало чудище. Семья пишет, что бедная девочка умирает от яда и слюны твари. А врачи ничего не могут поделать. Может быть, ты сможешь приготовить противоядие? Как выглядела та тварь? Как выглядела та тварь? Ты знаешь, как она называется? По письму это был вампир. Они написали Гаркаин, но это название мне ничего не говорит. Похоже, было на человека с крыльями летучей мыши. Еще что-нибудь можешь мне рассказать? Они говорят, что тварь была уродливая, жуть. Голова деформирована, огромные челюсти. Кузина моя на нее посмотрела и замерла от страха. Даже закричать не смогла. Похоже, что Гаркаин. Из того, что я помню о младших вампирах, следует, что у них нет яда. Но сестра моя точно отравлена. Я подозреваю, что она могла отравиться трупным ядом. Да, я помню. Гаркаины часто питаются мертвичиной. Бог ты мой. Эпидемия охватила старую визиму, так что Гаркаин мог стать разносчиком болезни после того, как сожрал труп больного. Врачи должны учитывать и такую вероятность. Спасибо тебе. Я пошлю им письмо сегодня же. Нет, я сама поеду в город. Я знала, что ты меня не разочаруешь. И еще раз спасибо. Прощай. Да, без проблем. Так, Гаркаин. Слина Гаркаина. Ингредиент. То есть, вот. Поговорил буквально с крестьянкой и все. А вот и костер. Хорошо. Что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом я буду уже и заканчивать, потому что, ну, как бы, время для серии уже на исходе. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok